Продолжая тему ЖКХ, 1 июля завершился основной этап лицензирования управляющих компаний. 119 получили разрешение продолжить работу, 28 отказано. 920 многоквартирных домов по всей республике остались без управляющих компаний. Сейчас жилищные инспекторы проводят встречи с жителями домов, чтобы помочь решить спорные вопросы и выбрать новую УК. Комиссия госжилинспекции и администрации Чебоксар посетила два дома на 324-й стрелковой дивизии и Кадыково. В одном УК работает на совесть, в другом претензии так и сыпались на представителей комиссии. Из горячего крана течет холодная вода, большие начисления платы на общедомовые нужды и благоустройство. Если мы находим нарушение, первое, к нам должны обратиться граждане и сказать, где какое нарушение они видят. По этим обращениям мы выезжаем, проверяем, выдаем предписание. Если они наши предписания не выполняют, то, соответственно, привлекаем к административной отместности. Срок предписания в зависимости от сроков выполнения предписания, там разные. Всех раз. Если, допустим, течет крыша, протекает крыша зимой, мороз там и так далее, то, соответственно, мы даем разумные сроки предписания, чтобы человек или организация могла выполнить ту или иную работу. У жителей дома по улице Кадыково претензии не только к качеству работы УК. Уже три месяца они не понимают, какая организация их обслуживает. После того, как ПИК-1 не получила лицензию, с домом стала работать УК «Надежный». Затем ПИК-1 удалось лицензироваться, и компания стала оформлять дома обратно. На сегодняшний день где-то 75 домов у меня, но некоторые дома решили перейти в другую компанию. На это мы воспрепятствовать не можем. Но население, считайте, микрорайон целый вот этот. Очень много, ну, 500 тысяч квадратных метров было у меня. Процесс лицензирования не закончился. После 1 мая поступило 37 заявлений от управляющих компаний. Из них 18 повторно. Госжилинспекция заверяет, что не оставит ни один дом без обслуживания. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика.